Стоит только заговорить о школе, и ты всегда найдешь собеседников, особенно в преддверии нового учебного года. И мнения будут самые разные, от сплошной критики с Камчатки до восхищения первых парт. Как есть, так есть. Здравствуйте. Лично меня больше всего волнует не качество учебников и не время начала занятий. Беспокоит, что уже который год взрослые, казалось бы, образованные люди дискутируют на одни и те же темы. Партия десятибальников ведет дебаты с партией пятибальников. Про школьную форму и вовсе в пору ток-шоу снимать. Вы за деловой стиль или за очень деловой. И так далее, и тому подобное. Все это отнимает время и внимание, которого, как в конце концов выясняется, так не хватает нашим детям. А ведь это самый реальный инструмент успешного образования. Внимание к ученику. Это с большим, свободно конвертируемым успехом уважаемым учителям демонстрируют дорогие репетиторы. И зачастую речь идет об одних и тех же людях. Да, можно по команде одеть детей в одинаковую форму, но нельзя по приказу обеспечить их одинаковым количеством учительского внимания. И тогда имеющие возможность родители берутся это восполнять. Деньгами. В широком смысле. Что-то доремонтировать после строителей, чему-то доучить после преподавателей. Продолжать можно долго. Пять или десять в классном журнале. К восьми или к девяти на первый урок. Заезжать школьному автобусу в малонаселенную деревню или нет. Если вдуматься, то аргументировать эти прения, кроме как эмоциями и личными предпочтениями, собственно, больше почти и нечем. Это я к тому, что долгие дебаты не тот путь, мягко говоря, не очень продуктивный. Не дождешься от них гарантированных результатов. Решать должны профессионалы. От образования, от медицины, от психологии. Как, впрочем, и в любом деле. Вот мы привыкли ставить в пример советскую систему образования. Но что-то не припомнится долгие дискуссии по поводу того, как эта самая система выстраивалась. Профессионалы все решили, власть согласилась и закрепила. Остальные исполняли. Последнее время мы наблюдаем за очевидными успехами наших программистов, потому что в основе их занятия лежит математика. И хвала Декарту, аксиомы и теоремы никто не собирается выносить на общественное обсуждение. Наука это проходила и поставила точку. Так может, пришло время принять окончательное профессионально-волевое решение и по спорным вопросам образования. На республиканском педсовете, при президенте, чтобы, как говорилось в известном фильме, появилась окончательная бумага. Броня. Как есть, так есть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова